Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы сейчас поговорим с вами о восьмой главе второго послания апостола Павла Коринфяна. С началом восьмой главы начинается в каком-то смысле новый раздел, новая часть этого послания настолько новая, что иногда некоторые исследователи вообще предполагают, что дошедший до нас текст носит составной характер, и предыдущие семь глав относились к другому письму, а это следующее письмо. Но в то же время многие указывают на то, что если не смысловое единство, то, по крайней мере, смысловая связь, преемственность смысловая между предыдущими семью главами и восьмой, и последующими главами, с другой стороны, существует. Итак, собственно, сюжет, который стоит за этим текстом и помогает нам понять смысл восьмой и последующих глав, вот какой. Христианские общины в Иерусалиме в это время переживали весьма трудные времена. Во-первых, потому что в Иерусалиме, как и вообще в Палестине, в это время были несколько лет неурожая и голода. Это, собственно, фон такой исторический, событийный. Христианские общины в Иерусалиме при этом были довольно бедны, потому что они давным-давно более или менее поделились друг с другом тем, что имели, и больших, так сказать, новых поступлений у них не было. Работали и могли работать там далеко не все. Ну и, соответственно, жили христиане Иерусалима в то время впроголодь. Еще и потому, что они помогали огромному количеству бедных, самых разных, и если эта помощь нуждающимся в обычные годы была как-то посильна иерусалимским христианам, все-таки значительная часть из них трудились, имели какую-то там зарплату, которые могли делиться друг с другом и на эти общие средства содержать и нищих, и вдов своей общины, еще множество других людей в Иерусалиме. Христиане вообще были известны и в Палестине, и в Иудее, и в Иерусалиме тем, что помогали очень многим, отнюдь не только своим, так сказать, единоверцам. Впрочем, христиане в этом смысле были не одиноки, потому что Ессеи, еще одно квазимессианское течение, тоже были известны вот такой помощью многим и многим, в том числе не входящим в их течение. Итак, в обсуждаемое время, вот христиане Палестины, не только Иерусалима, но и шире Святой Земли, вообще оказались в очень тяжелых обстоятельствах, потому что они зарабатывали денег меньше, чем раньше, а нуждающихся из-за голода стало, наоборот, намного больше. И, по-видимому, насколько можно судить, по разнообразным источникам, историки первого столетия говорят о том, что действительно вот этот голод, нужда, и очень серьезная нужда настигла вот, собственно, христианские общины в Святой Земле. Вместе с тем существуют христианские общины и в других частях обитаемого мира, в других частях Римской империи. И часто там меньшинство составляют иудеи, а большинство, наоборот, язычники. Или даже иногда почти все так в общинах, которые основывал Павел в Малой Азии, и особенно в Элладе, в том числе и в Каримской общине, в Филиппах, там практически и были-то одни только язычники. И для апостола было, по-видимому, чрезвычайно важно обозначить, даже обозначить, наверное, не очень хорошее слово, организовать, сделать, создать единство между христианами Иерусалима, которые иудеи, которые ревнители закона, которые, действительно, мессианское общество и община Мессии Израилева и христианами окружающего мира, соединить их через помощь одних другим. Павел исходил из того, что если это люди разные, не связанные друг с другом, между которыми нет ничего общего, которые не принадлежат к разным народам, ну тогда одни другим не будут помогать. Но при этом христиане Святой Земли, христиане из народа Божьего помогают христианам из язычников тем, что свидетельствуют о Христе, несут Слово Божие, посылают апостолов, и вот этим служат христианам из язычников. Соответственно, Павел считает, что на самом деле все мы вместе составляем новый народ Божий, и чтобы этот факт зафиксировать, чтобы каким-то образом выразить его, там, в манифестации такого единства, должно быть вот помощь, ответная, с точки зрения Павла, помощь христиан из язычников голодающим христианам Иерусалима. Причем это голод ведь был не кратковременный, ситуативный, а на несколько лет, и вот эта вот нужда в помощи, она была тоже довольно продолжительной. Вот, собственно, это канва, в которой апостол затеял в европейских общинах на территории Греции, в Македонии, в Коринфе, в других местах, затеял сбор пожертвований, сбор средств для помощи христианам Святой Земли. Как именно апостол рекомендует эти средства собирать, откуда их брать, само по себе чрезвычайно интересно. Но вот мы в то же время нуждаемся и в том, чтобы увидеть, как Павел Коринфянам об этом пишет, что он говорит. Он рассказывает о том, что македонские церкви, то есть общины христиан в Македонии, среди великого испытания, им тоже трудно, они бедные, очень бедные. Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Вот таким вот образом, снова в форме парадокса, Павел видит важную для него мысль, которую он хочет до Коринфян донести. Он говорит, что ну вот македонские общины, они прямо нищие, там действительно в них вкуют очень бедные люди. Им нечего собрать, у них 10 копеек на всех. Но что они смогли, они собрали. И в этом какая-то глубина их богатства, говорит апостол. Дело не в том, сколько они собрали, а в том, что они собрали от всего сердца, сколько могли. И в этом действительно какая-то изобилующая милость Божья присутствует. Вот эта вот мысль с разных сторон будет здесь апостолом Павлом рассматриваться. Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским. Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. И поэтому, говорит апостол, мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Тот же самый, такой же сбор пожертвований. Апостол говорит, вот церкви македонские, очень бедные, смогли собрать совсем чуть-чуть, но столько, сколько смогли, сколько действительно вот их сердце по любви дало им собрать. И в этом благодать Божья. По-гречески здесь стоит греческое слово харин, которое мы обычно переводим как благодать. Дальше он говорит, и вот мы Тита послали, чтобы он и у вас тоже собрал так же пожертвования, сколько вы сможете, и это будет совершением, окончанием этого доброго дела. Так вот, за этим самым добрым или щедрым делом стоит в оригинале то же самое греческое слово харин, которое в других местах переводится как благодать. И апостол в восьмой главе, вообще говоря, специально, симметрично говорит о некоторой благодати от Бога и некотором щедром деле от людей и одним и тем же словом. Потому что для него это, помимо прочего, еще и возможность что-то важное о Боге сказать. И для нас тоже. Понимаете, слово «благодать» Божья – одно из загадочных в Новом Завете. И часто люди, ой, прости меня, Господи, представляют ей себе как такую колдовскую силу, которая в виде тумана со спины просачивается и делают из человека мага. Из магла превращают его в мага. Или что-то такое вот действительно колдовское. Вообще ничего подобного, само собой разумеется, апостол в виду не имеет. Слово Божье называет благодатью что-то другое. Что? Вот посмотрите, здесь мы видим, что для апостола одно и то же слово «харин» означает поступок людей, который продиктован щедростью, бескорыстной щедростью к другим, к церквям Иерусалима, к общинам христиан Святой Земли. Бескорыстный щедрый поступок он называет этим словом. И жертву Христову он тоже называет тем же самым словом. Таким образом, вот это доброе щедрое дело – это благодать Божья, это бескорыстная щедрость Христа к нам. То, что Христос отдает нам самого себя, не что-нибудь другое, самого себя, о том, что Христос жизнь свою отдает нам, и он, как апостол Павел пишет дальше в этой главе, обнищал ради нас, чтобы вы обогатились его нищетою. Вот это бескорыстная щедрость, обнищание и богатство, объединяя для апостола его мысли в этой главе. Он говорит, благодать Иисуса Христа – это вот такое бескорыстное щедрое действие, когда Бог отдает себя нам. Бескорыстно, потому что, ну а что мы можем ему, так сказать, в ответ на эту его жертву принести? Но это и пример для людей, говорит апостол Павел, и мы-то уже призваны откликнуться на эту бескорыстную щедрость Бога, то есть благодать, тем же самым бескорыстной щедростью, но не к Богу, потому что ему от нас, что мы можем ему отдать, но друг к другу. Таким образом, апостол рассуждает примерно так, что когда мы бескорыстно щедры по отношению к ближнему, мы тем самым, во-первых, наполняемся бескорыстной щедростью от Бога и проявляем ответную бескорыстную щедрость не только к ближнему, но и к Богу. И все это, все эти, так сказать, формы бескорыстной щедрости в ту и в другую сторону называются для него одним и тем же словом харин, который мы привыкли переводить как благодать, бескорыстный подарок. Вот, собственно, что апостол считает важным, и что нам тоже важно понимать, так сказать, вот в этом термине благодать, когда мы используем его как богословский термин. Ну и, конечно же, видите, для нас очень важно, что апостол вот именно в таких словах говорит о спасении. Это ведь тоже одна из самых коротких, самых компактных и простых форм керигмы, то есть наиболее краткое выражение христианского благовестия, которое заключается в том, что Христос, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. И вот кроме этого еще одна связанная с этим мысль тоже для апостола и для читателя сегодняшнего важна. Он говорит о том, что если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Собственно, мысль апостола вот какая, тоже очень-очень важная и поучительная, что вот эта наша бескорыстная щедрость по отношению друг к другу, которая и есть благодать Христова в нас, она ценится Богом, принимается Богом, не потому, как много нам удалось. Павел-то имеет в виду, сколько денег соберут в Каринфе для помощи голодающим христианам, иудеям. Не то Богом ценится и принимается, сколько они соберут, сколько искренне они будут это делать, насколько могут они. И поэтому он дальше-то пишет, что он совершенно не имеет в виду, что нужно в тягость, нужно там было другим облегчение, а вам тяжесть. Нет, конечно. Доброход надающего любит Бог, говорит апостол. Для него важно, чтобы действительно бескорыстно и щедро было это даяние. И ценится и мерится оно не потому, как многого удалось достичь, а потому, в каком направлении было это движение, что люди могут себе позволить, а не то, как велики, может быть, были нужды. Понимаете, может быть, для безбедной жизни христиан Святой Земли надо было бы 100 тысяч талантов, а собрали, может быть, 300 сестерцев. Апостол говорит о том, что важно не то, насколько близко полученная сумма к 100 тысячам талантов, а насколько она щедро и искренне отдана, отсчитывается, так сказать, с нижней части шкалы, а не по отношению к максимально поставленным задачам. Вот для апостола тоже очень важно это донести до коринфян. Он говорит, что, ребята, вас никто не обирает, никто не требует, чтобы вы собрали обязательно вот такую сумму, как налог или оброк, или побор. Дальше об этом еще тоже будет речь у апостола Павла уже в следующей, в девятой главе. Нет, главное, говорит он, чтобы вы приняли участие в этом деле бескорыстной щедрости, чтобы вы сколько можете, сверх возможного, сверх ваших сил никто от вас не требует. Вот это действительно важная очень идея для апостола здесь в восьмой главе. И еще одна тема уже в последней части, 16 по 24 стихи восьмой главы, тоже чрезвычайно важная и очень поучительная. Павел говорит о том, что он сделал все возможное, чтобы его обращение с этими собранными деньгами было прозрачным. Он говорит о том, что я посылаю к вам Тита, он заберет то, что вы смогли собрать, и сколько смогли, столько и прекрасно, и молодцы, мы будем хвалить вас за то, сколько вы смогли, даже если это будет не очень достаточно для решения проблем, говорит апостол Павел. Потому что для Бога важно, что вы от своей возможности и от своего сердца даете, а не то, чтобы задача была решена, искомая сумма собрана. Все это так. Так вот, он говорит, я посылаю Тита, он это заберет, и с ним братья от македонских церквей избранные, которые следят за тем, куда пойдут эти пожертвования, и потом собравшим их христианам засвидетельствуют об этом. То есть апостол, ну, в общем, никто особо не сомневается в его личной честности. И он тысячу раз в самых разных письмах сам говорит о том, что он живет на те деньги, которые заработал сам на стороне, шитьем палаток, а вовсе не своей, так сказать, апостольской деятельностью. Это все мы с вами знаем, и это само собой разумеется. Но и кроме этого, апостол очень озабочен тем, чтобы его действия действия в отношении этих денег были прозрачными, чтобы христиане, которые эти деньги собрали, могли, и не только могли, но обязательно получили отчет, куда эти деньги пошли. И обязательно, чтобы этот отчет был о том, что Павел и его сотрудники на себя их не потратили. И братья, избранные от церквей, сопутствуют нам для сего благотворения, чтобы нам не подвергнуться нареканию при таком обилии приношений. Нам денег дали много, и чтобы нам не подвергнуться нареканию, вот с нами есть братья от церквей, которые будут свидетельствовать, следить, и потом, вернувшись, расскажут, куда пошли эти самые деньги. Апостол Павел не считает для себя ни унизительным, ни оскорбительным такой контроль. Наоборот, это его инициатива. Он сказал этим македонским церквям и коринфянам говорить, пошлите с нами людей независимых, которые будут следить, видеть. Он очень трезвый человек и понимает, насколько большими могут быть соблазны вот здесь, в денежной теме, и насколько много мутного родилось бы без этой прозрачности. Поэтому он заранее защищает себя от нареканий. Он не говорит о том, что «как вам не стыдно было бы меня подозревать», как, в общем, нередко мы видим у современных христианских лидеров. Он считает, наоборот, в праве христиане и Македонии, и коринфа заподозрить и проконтролировать. Поэтому он заранее, еще не начав расходовать эти средства, еще не отвезя их в Иерусалим, говорит, давайте, смотрите, контролируйте. Все, что он с этими деньгами делает, он делает максимально открыто, потому что для него его добрая совесть и доброе имя – вещи чрезвычайно важные. И он говорит об этих посланниках, братьях, которые идут с Титом в коринф, это посланники церквей, слава Христова. Ну и, соответственно, поскольку апостол Павел говорил в других церквях, что вот христиане коринфы, они на самом деле замечательные, хоть они там с Павлом как-то конфликтовали, обидели его, но на самом деле они замечательные. И вот увидите, они тоже пожертвуют, они тоже в этой бескорыстной щедрости, благодати примут участие. И вот поэтому он говорит, вот идут братья, они идут для контроля, чтобы никто не шипел, не ворчал, что мы эти деньги проели. Ну и заодно и вы им явите вот это доказательство вашей любви. Продолжение следует...